Всем привет! Отвечая на вопрос подписчицы, хочу поменять на сайте интернет-магазина модуль блога Он был плохой, все дела Где размещаются инфостатьи? Придется заново перезаливать все статьи, первым статьям уже 4 года, остальное, соответственно, моложе Много ли я потеряю при этом? Посчитают ли поисковики повторно залитые статьи не уникальными? Что будет с индексацией этих статей? Может ли в этом случае какая-то правильная схема действий? Смотрите, когда вы меняете что-то заметное на сайте А у вас много топов, то есть много страниц вашего сайта на хороших позициях и трафика они несут Любые более-менее заметные изменения могут эти позиции сковырнуть довольно сильно и надолго То есть сайт вывалится по ним на вторую, третью, четвертую страницу и может долго не возвращаться Поэтому 10 раз подумайте, надо ли вам это То есть все плюсы и минусы этого взвестия Потому что действительно можно потерять до половины трафика легко И месяцами потом его восстанавливать Если говорить именно о той схеме, которую вы делаете В принципе она нормальная То есть если вы просто меняете модуль и адреса страницы остаются те же самые И контент внутри остается тот же самый То риски здесь не такие большие То есть у вас у страниц сохранятся поведенческие факторы, у страниц сохранится возраст страницы И сохранится ссылочная история, то есть ссылка, которую на нее вели То есть в принципе все основные моменты, которые могли негативно повлиять Они у вас остаются те же самые и здесь бояться особо нечего Ну и соответственно текст тоже у вас остался тот же самый Что у вас поменяется? Это у вас поменяются какие-то технические моменты Верстка этой страницы немного может поменяться из-за того, что вы поменяли модуль Точнее не может, а поменяется И вот это может поисковику сказать, типа на той странице что-то заметно поменялось Давай-ка мы пойдем туда посмотрим, все ли там в порядке И вот после этого периодически бывают проблемы у хорошо рабочих сайтов Поэтому здесь есть некоторые сложности Но так в целом вы описали ту схему, которая разумная И если вы все это сохраняете, и адрес страницы, и контент, который там внутри То бояться, как правило, особо не стоит, но риск всегда есть На этом все, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях Приходите на мастер-класс, пока Субтитры сделал DimaTorzok